В эфире телеканала Академия, информационная программа события. В студии Андрей Кулик. Здравствуйте. Вначале коротко об основных событиях. Прекращение огня. Украинские военные дадут возможность ополчению разоружиться. Перспективы порта. Зарубежные эксперты оценили возможности морских ворот Одессы. Защитить фермера. Проблемы агрострахования. Украинские военные прекратят огонь на востоке страны. Депутаты предлагают Верховной Раде самораспуститься. На месте взрыва газопровода обнаружены следы взрывчатки. Подробно об этих и других событиях в свежем выпуске всеукраинских новостей. Украинские военные в одностороннем порядке прекратят огонь на востоке страны. Это будет сделано для того, чтобы позволить бойцам ополчения разоружиться и, возможно, покинуть территорию государства, заявил президент Украины Петр Порошенко. План начинается с моего приказа об одностороннем прекращении огня. Немедленно после этого мы должны получить поддержку мирного плана президента со стороны всех участников событий в Донбассе в очень краткие сроки. По словам Порошенко, ключевой элемент мирного плана – внесение изменений в Конституцию и глубокая децентрализация власти. «Мы ожидаем, что в очень короткие сроки поддержку этого мирного плана продемонстрируют многие участники этой ситуации. Мы ожидаем, что будут освобождены заложники, немедленно будут освобождены захваченные здания. Мы ожидаем, что гарантиями безопасности жителей Донбасса воспользуется большое количество людей этого региона». Мирный план президента предусматривает 14 политических шагов, которые будут обнародованы в ближайшие дни. Депутаты предлагают ради самораспуститься. В парламенте зарегистрировано два соответствующих законопроекта. Авторы одного из них – лидер фракции «Удар» Виталий Ковальчук, внефракционный Олег Лешко, лидер фракции «Будьковщина» Сергей Соболев и лидер фракции «Свобода» Олег Тегнебок. Второй законопроект зарегистрирован депутатами Виктором Балогой и Игорем Рыбаковым. Напомним, президент Украины Петр Порошенко поддержал инициативу фракции относительно досрочных выборов в Верховную Раду. На месте взрыва газопровода в Полтавской области обнаружены следы взрывчатки. В ГОСЧС заявили. «В ходе изучения обстоятельств происшествия установлено, что причиной взрыва является внешнее вмешательство. По результатам осмотров элементов газопровода обнаружено, что следы износа и коррозии отсутствуют, а остатки имеют признаки брезантного действия взрывчатых веществ». Ранее губернатор Полтавской области Виктор Богайчук заявил, что взрывавшийся газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» находился в аварийном состоянии. Президент предлагает Верховной Раде дать согласие о назначении первого вице-премьера Виталия Ярема на должность генерального прокурора Украины, а Валерии Гонтарёвой – главу Национального банка Украины. Кроме того, президент внёс в Верховную Раду предложение освободить от должности исполняющего обязанности министра иностранных дел страны Андрея Дещицу. Одновременно глава государства предложил назначить на пост министра иностранных дел Павла Климкина, нынешнего посла Украины в Германии. США выделят Украине 10 миллионов долларов на борьбу с коррупцией. Об этом сообщил глава агентства США по международному развитию ЮСЭД Раджив Шах. «По всему свету мы видим, как коррупция подавляет мечты людей и ограничивает их возможности», – отметил он. Шах также сказал, что США помогут Украине раскрыть её потенциал для роста экономики. Перспективы порта. Одессу посетил глава агентства США по международному развитию. Доктор Раджив Шах оценил возможности морских ворот Одессы по перевалке зерновых. В день визита важной персоной терминалы проверяла служба безопасности Украины. Об этом сообщал ряд интернет-изданий. Задерживали коммерсантов, причастных к организации так называемых «зелёных коридоров» для контрабанды. По неподтвержденным данным, операция активно координировалась с американской стороной. В протоколе главы федерального агентства было три пункта визита. Два из них – Одесский морской порт и ежегодный зерновой конгресс – взаимно увязывались. Основной проблемой экспортеров злаков в Украине является транспортная логистика. Прежде чем беседовать с агробизнесом, мудрый молодой мистер Шах выслушал мнение заместителя начальника администрации Одесского морского порта Руслана Сахауддинова. Убедительно выступил и переводчик встречи. Вместе с тем мы понимаем, что, если судя по результатам прошлого года, по Украине было экспортировано около 31 миллиона тонн, из которых по крымским портам всего лишь 1,4 миллиона тонн. Обойдя по периметру балкона Одесского морвокзала, американский гость лично убедился в том, что вводные об Одесском порте не преувеличены. И очевидно, при таких условиях можно смело инвестировать в украинский аграрный сектор. С начала 90-х годов USAID уже реализовала в Украине программы помощи общей стоимостью порядка 2 миллиардов долларов. Мы готовы и далее раскрывать потенциал украинского рынка, благодаря чему повысим качество уровня жизни в вашей стране. Обменявшись любезностями с администрацией порта, американские гости поспешили в областной противотуберкулезный диспансер, третий пункт программы визита. Основные направления работы агентства – поддержка торговли, сельского хозяйства, экономического роста и здравоохранения. Система оказывает поддержку демократии в более чем 100 странах мира. Но, например, в России признана враждебной. Дмитрий Орджоникидзе, Николай Конюхов, Андрей Симченко. События. Телеканал Академия. Сильхозпроизводителю Подробнее расскажет Виталий Хемий. Одесская область первая организовала круглый стол на тему развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине. Сегодня страхование фермерских хозяйств в Украине идет медленными темпами. Уверенности в завтрашнем дне в случае непогоды или болезни урожая у фермеров нет. Деньги уложены немалые, а на выходе – ноль. Наш регион пять лет назад принимал участие в зарубежных программах, которые позволяют компенсировать средства сельхозпроизводителям. Тогда из двух миллионов гектаров пассивных запасов удалось застраховать, в том числе при помощи государственных структур, 25% территории. Это считалось нормальным показателем. Однако с 2009 года государство значительно уменьшило финансирование страхования сельского хозяйства. Мы катастрофически отстаем. Мы не имеем тех механизмов защиты, сельхозпроизводители не имеют, которые имеют в других странах. И для страховых компаний этот бизнес на сегодня очень рисковый, с большими затратами. И в то же время они используют часто такие страховые продукты, которые в конце концов наносят компаниям убытки. И, к сожалению, для них это тоже не бизнес, а, как они иногда говорят, благотворительность. Для того, чтобы получить страховку, изначально нужно знать условия договора. Почему иногда аграрии не получают страховки? Они, к сожалению, подписывая договор, его не читают и нарушают те элементарные пункты, которые можно и не нарушать. Самое основное – это несвоевременное уведомление страховщика и уборка культуры до приезда эксперта. Это две основных причины, что убрали, а потом давайте что-то будем с этим делать. Уже ничего сделать нельзя. Цель круглых столов, которые пройдут во всех регионах и завершатся в столице Украины – разработать изменения в законодательство, чтобы сделать механизм страхования эффективным и предельно простым. Виталий Хемий, События, Телеканал Академия. Компенсация за повышение. Увеличение тарифов на коммунальные услуги компенсирует малообеспеченным семьям. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Департамента труда и социальной политики Елена Китайская. Таким образом покроют разницу между прошлыми тарифами и повышенными. Для получения выплат необходимо обратиться с заявлением в Департамент соцполитики. Семья будет платить ровно столько за жилищно-коммунальные услуги, сколько она оплачивала до повышения. Потому что сегодня тот обязательный платеж, который платит семья, либо 10% от своего дохода, либо 15% от своего дохода, он останется неизменным. Так как доходы не вырастут. Вырастут только расходы, а следовательно вырастет только размер субсидий. Огонь и деньги. В Одессе за ночь подожгли два отделения Приватбанка. В обоих случаях злоумышленники разбили стекло и бросили внутрь зажигательную смесь. В пожарах никто не пострадал. В нашем городе за последние три месяца это уже шестое аналогичное нападение на банк Днепропетровского олигарха и губернатора Игоря Коломойского. Но в этот раз работала новая группа поджигателей. Первый пожар вспыхнул в половине четвертого утра. Зажигательную смесь бросили в отделение с символичным для Привата адресом Днепропетровская дорога. Первый этаж здания покрылся копотью. Внутри сгорела мебель и лопнули стекла. Я просто вчера все проплатила, пришла в шоке вообще. Вандалы, просто вандалы. И земля держит таких на свете. Второе отделение Привата загорелось уже через час в центре Одессы, на улице Пастера. Пламя уничтожило один из кабинетов и повредило фасад здания. Хорошо, закоптилось все сильно. Но если обуглилось, даже это как-то пленка, это бронированная, которая даже она... Поджоги объединяет общий почерк. Сначала пироманы разбили окно, затем бросили внутрь горючую смесь. Это не похоже на более ранний поджог на улице Краснова. Тогда в банк стреляли из самодельного гранатомета. Вроде как с какой-то трубы выстрелило, потому что, вроде как говорят, на камеру сняли. Как человек из-за угла дома вышел, поставил трубу. Из трубы выстрелило, вот и произошел пожар. Схему разбить окно, бросить коктейль в последний раз использовали против бизнеса Коломойского еще в апреле. Тогда пострадало два отделения и банкомат. Однако апрельские пироманы сейчас находятся за решеткой и не могли снова выйти на дело. Судя по всему, в Одессе появилась новая группировка, к которой активно не нравится бизнес Ингаря Коломойского. Кстати, у горожан есть возможность заработать на пироманах. За информацию о каждом в приватбанке обещают по 50 тысяч гривен. Проблемы общежитий, конфликт жильцов и обслуживающей организации. Спасать Куяльник нужно немедленно. Проект строительства станции биологической очистки «Северная» требует безотлагательного воплощения в жизнь. А дамбу Хаджибийского лимана может прорвать в любой момент. Об этом на пресс-конференции сообщил кандидат биологических наук Владимир Созинов. О возможных техногенно-экологических катастрофах в Одесской области далее в сюжете. Если дамбу Хаджибийского лимана прорвет, то жизни 30 тысяч одесситов окажутся под угрозой. Кроме того, поселок Котовского, центр и часть Малиновского района останутся без водоснабжения. Реальность этой катастрофы подтвердилась еще в 2003 году. Тогда были предприняты экстренные меры, но это полумеры, скажем так. Были завезены строительные блоки, отходы строительных материалов, которые просто забрасывали на ту сторону, на сторону Хаджибийского лимана. Сейчас как-то ситуация более-менее стабилизировалась, но опять-таки природа имеет свою цикличность. Сегодня норма, а завтра катастрофа. Что касается станции биологической очистки «Северная», тут ситуация, по мнению Владимира Созинова, сложная. На реализацию масштабного экологического проекта глубоководного выпуска потратили около 500 миллионов гривен из госбюджета. Но он до сих пор не воплощен в жизнь. Детально никто не ответил мне на вопрос, по какой же причине этот объект не введен в эксплуатацию. Ссылаются на различные причины. То там нет перехода, то большой долг перед подрядчиком, поэтому он оказался продолжать дальнейшие работы. По поводу проекта спасения Куяльнинского лимана до сих пор не утихают споры, несмотря на то, что деньги из бюджета на программу уже запланированы. Вот только как ситуация обернется теперь со сменой власти. Неизвестно, когда будет проложен трубопровод между морем и Куяльнинским лиманом, поскольку здесь есть и финансовые проблемы, и юридические. Вадим Сечин, Анна Бух, Андрей Симченко, События, Телеканал Академия. Взяли с поличным. Одесские правоохранители задержали группу грабителей, специализирующихся на квартирных кражах. Сотрудниками уголовного розыска Портофранковского отдела милиции была получена оперативная информация о том, что на территории Приморского района действует группа, возглавляемая ранее судебным гражданином, специализирующаяся на совершении квартирных краж. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация о совершении кражи. В результате выезда на место с поличным была задержана вышеуказанная группа. Все участники группы арестованы и находятся в следственном изоляторе. Доказана их причастность и к другим квартирным кражам. В борьбе за жилье. Так живут в двух общежитиях в Хуторском переулке. Жильцы вступили в конфликт с обслуживающей организацией, которая, по их мнению, была создана незаконно. В результате дело оказалось в суде. Сложность ситуации в том, что часть жильцов оказались лояльными к обслуживающему кооперативу. Подробности далее. В 2010 году на базе двух общежитий, принадлежащих цементному заводу, был создан обслуживающий кооператив. Как утверждают жильцы учредительного собрания, как такового не было. Организацию создали на базе желания четырех сотрудников завода, половина из которых даже не проживала в указанных зданиях. И на базе решения хозяйственного суда 201-204. Отношения у некоторых жильцов с новой обслуживающей организацией сразу не сложились. Коммунальные услуги возросли. И бывшая бухгалтера, она, по-моему, сейчас уже не бухгалтер, так как она уже частично продала свою комнату, выписалась и прописала туда уже других людей. И здесь она уже не находится вообще. Она обещала до полторы тысячи повысить коммунальные услуги. При всем при том, что вы видите, в каком состоянии находится данное здание. И ремонт делают люди за свой счет. Часть жильцов посчитала увеличение тарифов несколько раз экономически необоснованным и отказалась платить. Образовалась серьезная задолженность перед кооперативом. Как говорят люди, на них пытались надавить и заставить смириться с сомнительным происхождением организации. Мы вращались с депутатом горсовета с просьбой дать нам право приватизации. То же самое мы не получили и ничего не добились. Были со стороны направления в мою сторону, как семье, и угрозы моральные, и выселение, как семью, как говорится, как непорядочную, не вступивший кооператив, который они создали. Но подав суд на выселение одной из жителей общежития, кооператив не подозревал, что не только проиграет дело, но и подпишет себе смертный приговор, как обслуживающей организацией. ГНК «Лджан», более 10 лет проживающая в доме 6-2, пошла до конца и подала ответный иск о признании незаконности кооператива. «Де Юре в данную секунду, с 4 черня, он не является, никаких полномочий не имеет. Это как бы общественная организация, созданная тут людьми, кто там учредитель, и кооператив, и ток-цемент, цементный завод, он также не имеет отношения к этому дому». Сейчас часть жильцов добиваются перевода общежитий на баланс города. Другая часть продолжает вносить оплату «Де Юре» несуществующей обслуживающей организации. Мы попытались пообщаться с представителями кооператива, но столкнулись с неадекватной агрессивной реакцией одного из сотрудников цементного завода, проживающего в доме 6-2. Вскоре с нами на связь вышел исполняющий обязанности директора кооператива и предложил показать все необходимые документы, однако, перезвонив через час, отказался от первоначального предложения, сославшись на загруженность и отсутствие в городе юриста организации. Альбина Молдованенко, Константин Гречан и Анастасия Кричко. События Телеканал Академия. Крупное ДТП в Одессе. На улице Краснова столкнулись «Мерседес», «Део» и «Мазда». По словам очевидцев, «Мазда» врезалась в двигавшийся впереди «Део». От удара его выбросило на встречную полосу, по которой двигался «Мерседес». В результате аварии образовалась пробка. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Не переключайтесь, далее вас ждет прогноз погоды и обзор международных спортивных событий. С вами был Андрей Кулик. Берегите себя и до встречи в эфире телеканала «Академия». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова